Виталий, приветствую тебя на этой непростой неделе. Наконец-таки мы дождались долгожданных выборов в США. Они состоятся уже завтра, то есть наш с тобой следующий эфир уже будет наложен на серьезную волатильность на финансовых рынках. И я думаю, что вместе с нами за происходящими на финансовых рынках, конечно же, будут следить все. Такие рынки не могут меня интересовать, тем более, что, возможно, мы будем наблюдать за тем, как разразятся самые скандальные выборы за всю историю. Ведь сколько раз уже было отмечено, что из-за высокой вероятности того, что между Байденом и Трампом будет небольшой разрыв, и из-за того, что очень много бюллетеней будет подано по почте из-за ситуации с ковидом, это будет использоваться в качестве возможности обвинить ту или иную партию в фальсификации, снова затянуть себя вот в эту путаницу касательно выборов. Процесс будет долгий касательно подсчетов, голосов, и мы, как инвесторы, будем жертвовать всего этого, как спекулянты, потому что волатильность и неопределенность на рынке, она будет как раз и разносить все финансовые активы в обе стороны. Я думаю, что Виталий присоединится. Друзья, мы вам, конечно же, рекомендуем всегда контролировать риск-менеджмент, загрузку депозитов, следить за плечом, но в таких условиях, которые сейчас складываются, это прямо первоочередное правило. Виталий, ну что, давай тогда вкратце поговорим о том, что на финансовых рынках сейчас в моменте и что мы используем, оставляем в работе и на что смотрим, чтобы подсказать нашим трейдерам, подписчикам и тем, кто следит за нашим совместным контентом, как действовать в такой ситуации. Так, ну, демонстрации. Секундочку. Так, друзья, я повторяю свою идею по индексу американской валюте, собственно, индекс доллара. Это моя долгоиграющая боль. Я очень верю в то, что этот инструмент будет испытывать давление, поскольку неважно, кто все-таки из президентов займет президентское кресло. Мы все прекрасно понимаем, что из-за ситуации с ковидом потребуются новые меры экономического стимулирования. И это как раз серьезная денежная инъекция и рассматривается в качестве фактора слабости доллара. Я традиционно в последних видео, которые готовлю, отправляю всех на историю графика индекса доллара, посмотреть за тем, как обстояли дела с первой волной ковида, когда череда блокировок сначала подогрела интерес к доллару. Мы видели несколько таких мощных недельных свечей в плане непродолжительного периода роста доллара. Но потом американская валюта столкнулась с серьезным прессингом, потому что на рынок стали вливать колоссальные объемы денег. То же самое произойдет и сейчас, если бы не выбрать. Конечно же, конгрессмены США уже давно согласовали бы этот пакет экономических стимулов. Но вот пока что они не торопятся, очень рассчитывал на то, что на прошлой неделе должна была быть какая-то развязка, хоть в каком-то формате эта помощь, но она не пришла. И теперь мы уж точно ждем начала выборы. И только после того, как станет известное имя следующего президента, республиканцы и демократы Конгресс, скажем так, одобрят пакет экономической поддержки. Я жду это решение, потому что уверен, что американская валюта покажет не меньше процентов ослабления с тем, что мы видели ранее. Поэтому, друзья, для тех, кто только присматривается к индексу доллара, я рекомендую заходить в шорт с уровня 93. Соответственно, с тейк-профитом уже ниже отметки 92. Может быть, даже тейк-профит не будем ограничивать, потому что все-таки раньше были ожидания того, что пойдет серьезная волатильность. И сейчас мы настраиваемся на возобновление к прежнему нисходящему тренду и серьезному ослаблению. А вот стоп-лосс можно будет закинуть на планку 93.50. То есть работаем по индексу доллара через отложку селл-стоп. Также была идея у меня по золоту. Она закрыта по стоп-лоссу. Сегодня я не буду распыляться на динамику рисковых инструментов. Я имею в виду рассматривать какой-то актив против доллара. Потому что все-таки, как уже было отмечено, волатильность грядет значительно. И, конечно же, будет серьезный разнос по движению финансовых активов. Но вот во что я еще верю, это в золото. Очень был удивлен то, что золото на прошлой неделе так активно продавали, учитывая всю ситуацию с ковидом. Мы были не удивлены с ребятами, потому что мы еще с воскресенья с учениками брали в анализ золото и рассматривали только шорт. Ну, там не исключали лонг, конечно, там была хорошая поддержка, но был очень хороший дневной паттерн. Видно было, что золото только скидывают. Начиная с 12 октября хорошо скинули, потом в районе 20 октября, 23 октября хорошо скинули. И это указывало на то, что будет снижение. Оно, в принципе, и технически показывало, что оно, скорее всего, пойдет вниз. То есть там пробовали продавать, и оно очень хорошо ушло. Около сколько там ушли? Где-то под 500 пунктов, 50 долларов. То есть очень хорошо было по золоту. Так, ну я золото рассматриваю с точки зрения фундамента, поэтому с позиции фундамента это было странное снижение, учитывая то, что в тех новостных условиях, которые сложились, было бы логично все-таки поработать с защитой, учитывая, как рынок избегал риска и сбрасывал тот же самый фондовый рынок. Но всегда странная ситуация, когда одновременно это распродажа рынка драгоценных металлов и фондового рынка. Но такое происходит крайне редко. Но 2020 год уже не раз показал, насколько он, в принципе, странный по поведению многих активов. Я золото все-таки предлагаю с счетов не списывать. И в качестве сделки, опять же, в расчете на грядущую волатильность, попробовать на локальной коррекции вниз, которая точно будет, конечно же, дождаться повторного теста поддержки 1860, стоп-лосс поставить на уровень 1845 и ждать все-таки уход выше 1950. Сегодня читал прогноз Сити, они считают, что эта неделя будет закрыта по золоту примерно в районе 2000. Ну, конечно же, они тоже делают акцент на неопределенности. И то, что мы не узнаем на следующий день после выборов имя президента, возможно, это затянется на несколько недель. Но я разделяю такую точку зрения, что золото может очень неплохо выиграть от этой неопределенности. Но цель у меня пока поскромнее. 1950 нужно сначала добраться до этого значения. Поэтому, Виталий, сегодня я сфокусируюсь до следующей среды, до следующего нашего с тобой эфира. На одном активе в целом даже не рекомендовал бы трейдерам, которые… Ну, у тебя получается золото и индекс доллара, правильно? Ну да, у них… Ну, лимитки ты так поставил по индексу доллара 93 или 93.90? Я так и не понял. 93 и стоп-лосс 93.50. Ага, это получается на sell-stop, получается, правильно? Ну да, да. Ага, ну такое, ожидаешь волатильность сильную, да? Ну, индекс доллара, он даже при таком насыщенном фундаменте в целом, как актив, вряд ли покажет мощную волатильность. Все-таки очень консервативный инструмент. Но рисковать не будем, особенно если все-таки развитие событий будет не в пользу тех, кто ставит на снижение доллара. 50-то пунктов по этому инструменту будет достаточно. Ну, я имею в виду, чтобы зафиксировать стоп-лосс и потом уже после заново анализировать, что может с ним произойти. Так, ну что, давай тогда слово тебе передам. Давай. Пошла демонстрация. Да. Так, ну, по поводу, скажем, рынков. Давай пройдем с того, что мы на прошлой неделе обсуждали. У нас получился эфир только в понедельник. В среду у меня были технические проблемы с интернетом. Поговорим о нефти. Так, еще позапрошлой недели я говорил о шортах нефтемарки Light. В понедельник, скажем, там, в среду и прошлый понедельник я удерживал, скажем, свои взгляды на то, что нефть будет снижаться. Она, в принципе, неплохо ушла вниз, отработала, скажем, вот с этих значений. Практически мы ушли там 5 долларов. Даже получилось больше. Я свои продажи, скажем, ребятам советовал закрывать продажи по нефти. Мы даже пробовали купить ее в четверг вечером. И, скажем, ну, это было небольшим объемом. Я советовал, так как здесь была очень рискованная сделка. Она не отработалась. Пробовали покупать. Так как я еще ранее озвучивал по нефти, у меня такие идеи, что вот это все идет глобальная коррекция. Мы ее ловили в шорт. Получилось. И сейчас где-то в этом промежутке плюс-минус несколько долларов, я думаю, что где-то нарисуется лонг. Если он будет какой-то хороший, технически хорошая модель, то будем пробовать покупать ее с ростом на 45-50 и выше. Пока, скажем, каких-то надежных точек нет у входа, что-то рисуется, но это все такое рискованное, поэтому мы можем немножко упасть пониже и там уже будем смотреть. И также по другим инструментам, какие я комментарии давал, я, скажем так, был в прошлый понедельник по рынку, говорил, что пока непонятно, что там рисуется до конца, так как ты играл на, скажем, на рост доллара. Я тоже в прошлый раз аналогично играл на рост доллара, но по евро-доллару. И здесь была такая сложная ситуация. Я не понимал, что здесь происходит до конца. И только там уже в понедельник, во второй половине дня, во вторник я уже своим ребятам давал рекомендации на шорт евро, там покупку доллар-франка. Очень красиво доллар-франк. Вот здесь мы покупали во второй половине дня понедельника. Дальше здесь прибыльно, конечно, ушло все по рынку. Золото мы обсуждали с учениками в клубе. Один стоп-лосс я получил, это было по фунт-доллару. Тоже я его покупал, это неудачно. Хотя изначально я был только по этому инструменту за шорт. На текущий момент аналогично, как и ты, есть у меня такое мнение по рынку, что пока евро находится выше уровня 1.16.10, существуют еще какие-то предпосылки для, скажем, среднесрочного ланга на обновление вот этих максимумов. Но, скажем, каждый день и каждый час все эти, скажем, моменты уходят, скажем, с малой вероятностью отработки, потому что мы очень сильно приблизились к этому минимуму. С этого минимума, почему я считал, что, считаю, что может быть лонг, так как это у нас может быть, отсюда пошел импульс наверх, и это все идет коррекция, но она как-то затянулась сильно. И поэтому, плюс здесь еще есть какая-то дивергенция на часовиках, вот на текущий момент как раз. Поэтому у меня будет, скажем так, такой комментарий по данному инструменту, что здесь, возможно, рисуется лонг с текущих. Если кто желает и покупать, это не супернадежный сигнал, но он существует. Вот со стоплосом за вот этот минимум, то есть здесь получается всего около 20-30 пунктов. Можно попытать удачу и словить вот этот, скажем, среднесрочный рост, потому что вот это мы уже достигли практически 95% коррекции вот этого импульса. Но это очень-очень рискованно. Плюс по доллар-иене я сегодня отдавал покупочку. Ребята, можно ее присмотреться к покупкам. То есть текущих тоже смотрится в рост, пока на текущий момент. То есть под Невком здесь появился покупатель какой-то, видно. И сегодня, если уйдет очень хорошо вниз, то вот эту сделку, если кто куп из текущих, можно удерживать ее среднесрочно. Аналогично это касается евро-доллар и этого, и золота. Оно, в принципе, аналогично имеет анализ. Вот если это был импульс, это такая сложная коррекция, то с текущих еще как-то возможен лонг. Но у меня такое ощущение, что здесь от текущих уровней, вот у нас есть уровень 1883-1885, можно рискнуть продать, потому что все-таки есть такое ощущение, что и евро-доллар будут продавлять. Можно сделать себе такой замочек. Евро купить, а золото продать с текущих. Аналогичный объем поставить, небольшой, чтобы вдруг какая-то влатильность будет. Сегодня там какие-то пойдут новости, или там ночью, или завтра. Продать с текущих с небольшим стоп-лоссом, это в районе 1900, с надеждой, что мы будем проваливать вот это накопление, проваливать сильно вниз в район 1850 и, возможно, ниже в район 1800. Скажем, вот такой момент. Аналогично S&P 500. Оно тоже смотрится, скажем, как и золото, как и евро. Так, сейчас. Тоже у нас. Вот это якобы был импульс. Пошла сильная коррекция. И с текущих аналогично, как и золото, и евро. Либо мы сейчас проваливаемся очень хорошо вниз, и это будет падение. Либо будем выкупать. Поэтому пока вот дам тоже комментарий, аналогично, как у тебя. Это, получается, евро, возможно, лонг, и золото, пока, возможно, и шорт. Каких-то супернадежных моментов сейчас нет. Плюс вспоминаю, как и ты говорил, вот там по выборам. Вот в 16-й год я помню, какие шпильки были по золоту, по евро, да, по евро-доллару, по доллар-иене, помню. По S&P 500, да. Поэтому это... И там по поводу даже соблюдения рисков, возможно, даже лучше не торговать, потому что, скажем, как там будут стоп-лоссы срабатывать? Там же же будет ликвидности не хватит, скажем, на рынках на всех. Все захотят там всю минуту продать, купить, и, скажем, проскальзывание может быть колоссальное, поэтому это нужно учитывать. Я помню, даже был недавно момент, что-то там по Брекситу какое-то тоже, там, ну, после Брексита, голосование что-то было, и тоже там фунт на открытии рынка в 12.00 получается, а там же очень низкая ликвидность, и там протащили на несколько сот пунктов, и там стоп-лоссы не срабатывали у ребят. Ну, кто-то мне говорил, другого брокера, я помню, была такая ситуация. Поэтому это нужно учитывать, что, может быть, вот такие нюансы по рынку. Поэтому вот так как-то. Виталий, спасибо тебе за комментарии. Ну что ж, удачные тебе торговые сессии. Завтра, в конечном итоге, там будут уже, наверное, и отработка на рынке, в среду, когда мы с тобой традиционно с утра соберемся и поговорим о конкретной ситуации. Но все равно. Спасибо всем тем, кто не пропускает нашего совместного аналитического контента с Виталием. Удачи вам всем. Ну и давайте наблюдать за тем, что происходит на финансовых рынках. На площадках точно будет жарко на этой неделе, и мы остаемся с вами. Виталий, пока. Пока.